Ребята, всем привет! Мой канал потихонечку становится похож на некую лабораторию по изучению педагогических инноваций. Я уже самостоятельно, дотошно проработала и выложила методику Кабалевского детского музыкального воспитания. Также скоро появится на канале методика Карла Орфа, также Далькроза я готовлю. Сегодня мы поговорим о методике японского педагога и скрипача Шиничи Сузуки. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Шиничи Сузуки – известный японский скрипач, педагог, основатель и президент Всемирно известного института воспитания талантов. Он являлся почетным доктором консерватории в Англии и США, при жизни получил звание «Национальное сокровище Японии» и стал претендентом на Нобелевскую премию мира. Он считал, что музыкальный дар – это не врожденный талант, а способность, которую можно развить, если с раннего детства целенаправленно заниматься с ребенком. Он прославился тем, что его всего лишь трех-четырехлетние ученики владели блестящей игрой на скрипке. Свою философию преподавания музыки и методы воспитания Сузуки изложил в книгах, переведенных на английский его женой Вальтраут Пранге. Я знакома с его самой известной книгой, основные тезисные методы из которой я сейчас буду приводить. Как и многие учителя-самоучки, Сузуки разработал свою теорию воспитания детей младшего возраста, исходя из своего личного опыта, а не на основе научных исследований. В свое время он сотрудничал с известными педагогами, например, с Гленом Доманом, основателем институтов достижения человеческого потенциала. Домана, я думаю, все знают, достаточно напомнить о знаменитых карточках Домана. Теперь немного о том, как Сузуки решил заниматься преподаванием. Сузуки был одним из 12 детей Масакити Сузуки, владельца фабрики по производству скрипок. В детстве он работал на фабрике отца, а в 17 лет, услышав запись выступления скрипача Миши Эльмана, начал самостоятельно учиться играть на скрипке. С 1921 года по 1928 Сузуки учился в Берлинской консерватории у Карла Клингера. В Германии он также лично общался с Альбертом Эйнштейном, который, как известно, мастерски владел инструментом. В 30-е годы он вернулся в Японию и вместе со своими братьями создал струнный квартет, а также начал преподавать в императорской музыкальной школе и музыкальной школе Кунитати в Токио. Во время Второй мировой войны скрипичная фабрика отца была уничтожена во время налета американских ВВС. Семья Сузуки осталась без гроша, и чтобы прокормиться, он давал уроки детям в городах, где он жил. Один из первых учеников Сузуки был Конзи Тойода, который начал учиться у мастера в возрасте 3,5 лет, и с ним Сузуки приступил к разработке своей философии преподавания музыки. Вначале Сузуки, конечно, не знал, как объяснять материал таким вот маленьким детям, но позже пришел к очевидному выводу – все японские дети говорят по-японски. Это значит, что если к детям с самых первых дней применять тот же метод, что и при изучении родного языка, они могут достичь высокого уровня, то есть с самого рождения параллельно с обучением родному языку родители могли бы обучать своего малыша и музыке. И если ребенок не владеет игрой на каком-либо из музыкальных инструментов, то это лишь потому, что его этому не научили, или учили неправильно, насильно и без игрового момента. Сузуки назвал свой метод воспитанием талантов. О его методе сейчас уже можно говорить как о методе проверенным временем. Мир в свое время был поражен его удивительными ансамблями, четырех пятилетних скрипачей из ста или двухсот детей, чисто исполнявших музыку Вивальди, Моцарт и Петховена. Главной идеей Сузуки было характер первичен, а способности вторичны. Дети учатся, наблюдая за окружающим миром. Цель музыкальных занятий с детьми определил сам учитель. Он говорил, «Моя задача не воспитать музыканта, а через музыку воспитать хорошего, благородного человека». В 1948 году он открыл ассоциацию Дашикай. Это был прообраз будущего института воспитания талантов. В 1949 году в его институте было уже 35 отделений и полторы тысячи учеников. Вскоре его маленькие скрипачи начали выступать на грандиозных концертах сначала в Токио, потом в США, а затем уже и по всему миру. В 1997 году открылась Международная академия методики Шиничи Сузуки. Основные положения воспитания, которым следовал Сузуки в преподавании, такие. Человек является продуктом своего окружения. Все дети музыкальны. По мнению японского учителя, впрочем, это мнение большинства авторов систем детского музыкального воспитания, все дети музыкальны без исключения. Надо только вовремя разглядеть и развить их способности. Чем раньше, тем лучше. Не только музыка, но и все обучение. Способности – это такая вещь, которую мы должны сами воспитать в себе своим трудом. Действие надо повторять до тех пор, пока оно не станет частью нашей натуры. Повторение – важное значение для обучения. Многократные повторения направлены не на заучивание мелодии, а на точность раскрытия смысла музыки. Немного добавлю от себя. Вот видите, смотря как к этому относиться, как к раскрытию смысла произведения, или как к задротству, любое достижение – это продукт терпения и энергии. Совместное совершенствование – залог радости для всех – для детей, родителей и педагогов. Учителя и родители должны сами быть на высоком уровне и продолжать личностный рост, передавая его ребенку. Главные учителя – это родители, потому что никто, так как родители, не любит своих детей. Папы и мамы становились для учеников Судзуки – главными помощниками, а порой и главными учителями. Они присутствовали на занятиях, они занимались дома с детьми, они сами учились играть вместе со своими детьми. Путь к успеху – педагогическая любовь к детям. Педагог, доктор Судзуки был уверен, что невозможно добиться успеха в музыкальном воспитании, если оно не построено на любви. Притворяться и играть в любовь невозможно. Дети тонко чувствуют фальшь, и занятия, построенные не на любви к ребенку, учителям, обречены на провал. Музыка учит чувствительности, восприимчивости, дисциплине и настойчивости. Если ребенку медведь на ухо наступил, то есть он уже приобрел привычку неправильно воспроизводить, например, ноту ля, ему нужно услышать правильное звучание этой самой ноты, ля, столько раз, чтобы оно начало превалировать над неправильным. В результате ребенок обретет новое умение, и у него разовьется так называемый музыкальный слух. Теперь давайте поподробнее поговорим про сам метод. Прежде всего, для кого он? Метод Судзуки – это больше философия музыкального воспитания, чем просто исполнительская школа. Школа Судзуки не готовит профессиональных музыкантов, и те, кто хотят ими стать после ее окончания, должны поступать в традиционную музыкальную школу. Сам он говорил так. Музыкальность – не врожденный талант, а способность, которая, как и любая другая, может быть развита. Любой ребенок, обученный должным образом, может стать музыкальным. Это не сложнее, чем говорить на родном языке. Именно поэтому метод Судзуки называется как раз методом родного языка. Эта система рассчитана на совсем маленьких детей. В Америке рекомендуют начинать с двух лет, в Европе с трех-четырех. После пяти этот метод детям не подходит. Сейчас есть разработанные методики для фортепиано, скрипки, альта, виолончели, флейты и гитары. Имеются специальные сборники по инструментам. О специализированных сборниках по фортепиано расскажу в следующем видео. Но обязательность репертуара вызвана принципом коллективности исполнения. То есть школы Судзуки проводят концерты, где от 10 до 1000 детей из разных стран исполняют вместе одно произведение. Это возможно только благодаря единому репертуару школы Судзуки во всем мире. В старших классах, кроме обязательных произведений, дети вместе с педагогом могут выбрать произведение уже по своему вкусу. В целом школа состоит из 7-8 классов и обучение заканчивается примерно к 12-14 годам. В конце дети сдают экзамен перед комиссией, после чего вручается диплом Судзуки. Затем по желанию уже можно поступать в традиционные учебные заведения, такие как музыкальные колледжи, спецшколы, консерватории и так далее, где уже научат бегло читать ноты, научат искусству профессиональной педализации, техническим приемам, познакомят с теорией музыки, сольфеджио, гармонией и так далее. Во многих странах есть специальные школы при ассоциациях Судзуки, которые готовят преподавателей по методу Судзуки. Полный курс обучения для педагогов длится 5 лет. В конце каждого года проводится экзамен с присвоением уровня, то есть педагог, сдавший экзамен за первый год, имеет первый уровень, а за второй, соответственно, второй и так далее. Требования к будущему педагогу Судзуки следующие. Это прежде всего любовь к детям, диплом на уровне музыкального колледжа или консерватории, желателен опыт работы с детьми и знания иностранных языков. Все претенденты проходят прослушивание, где проверяется их исполнительский уровень. Как проходят занятия? Мама, папа, то есть любой родитель, либо учитель с мамой, учит ребенка, начиная с момента, как он может делать что-то осознанно. Если ребенок не хочет садиться за инструмент в данный момент, заставлять его нельзя. Он захочет позже, но присутствие родителя обязательно. Занятия должны быть основаны на добровольном желании ребенка, и состоят они в начале измене уроков по 3-5 минут. Первый год дети посещают группу общей музыкальной подготовки. Там они учатся петь мелодии, которые будут выучены уже позже на уроках по специальности. Осваивают детские инструменты, там бубен, барабан, ксилофон. В конце года они уже делают выбор своей специальности. Урок по специальности, особенно в начальных этапах, коллективный. Это вызвано тем, что маленькие дети от 2 до 4 лет, к примеру, не способны выдерживать взрослый урок в 40 минут. Дети учатся наблюдать за игрой других детей. По очереди они исполняют свои отрывки. Вначале ребенок учится исполнять музыку по имитации. Произведения, которые они разучивают, должны прослушиваться несколько раз в день. Из принципа «играть, как говорить» вытекает следующий принцип «начальный этап без нот». Первые произведения выучиваются по слуху при помощи педагога и только затем уже объясняются ноты и длительности. В первую очередь Сузуки учил играть на скрипке родителей, а ребенок только наблюдал. Если же родители подходят к обучению ребенка игре на скрипке, как к его обязанности, а не как к игре, то вскоре ребенок терял, как правило, интерес к занятиям. На уроке учитель, то есть человек, который умеет читать ноты, играет несколько раз разбираемое произведение, чтобы ребенок учил мелодию. Показывает малышу, на какие клавиши нажимать и как получается мелодия. Ребенок, соответственно, повторяет одной рукой, затем второй, и так произведение учится наизусть. В один момент времени учится только одно произведение, потом переходит к следующему. Дома, маме, папе, то есть родителю, также рекомендовалось повторять музыкальные упражнения. Учить ребенка читать ноты не нужно было, гаммы и этюды здесь бессмысленны. Их заменяет так называемая тонализация, это запоминание звука каждой клавиши, либо струны, вслушивание в резонанс. Это упражнение проводится каждый день, многократные повторения направлены не на выучивание мелодии, а на развитие процесса слушания. Занятия индивидуальные и групповые. Слушая более технически сложную и совершенную игру своих старших, товарищи и малыши стремятся как можно скорее достичь их уровня. Работа в оркестре обязательно. Советуется также водить ребенка на концерты, включать записи классики дома, смотреть на музицирующих сверстников. Обучение в группе, когда один играет, а другие слушают и ждут своей очереди, это идеально, по мнению Сузуки. Ребенок должен иметь возможность слушать записи пьес, которые он играет и играть со своим инструментом, как с игрушкой. Родители же время от времени в непринужденной форме показывают своему ребенку, как правильно держать скрипку, смычок, либо если на фортепиано как ставить руку, выполнять упражнения и так далее. По возможности использовать инструменты, уменьшенные для детей. Но это особенно касается струнных, конечно же, инструментов. Для постановки рук и осанки в школах Сузуки используются ненастоящие инструменты на начальном этапе, например, деревянная скрипка без струн, и настоящий смычок, ну и другие виды. Ставится кассета, и ребенок изображает, что он играет. Также, например, аналогично практикуется игра на фортепиано с закрытой крышкой. Многие педагоги классики, особенно отечественной системы образования, считают, что недостатком этой системы является то, что дети не ставят руки как положено. Кроме этого, они привыкают играть по рукам, они зависят от них, имеют слабые технические навыки, с слабый, развитый пенистический аппарат, мало приспособленный к пенистическим серьезным нагрузкам. Дети плохо владеют нотной грамотой и имеют недостатки как в звукоизвлечении, так и в искусстве педализации. Педагоги Сузуки отвечают так, что вы даже не знаете, что это за метод, там все предусмотрено. Но, как утверждал доктор Сузуки, если вы не планируете, что ребенок будет заниматься музыкой профессионально, это не так важно. А если он захочет продолжать свои занятия, руки можно будет и переставить, или перейти с возрастом, допустим, на другой инструмент. Но, по моему мнению, я сразу скажу от себя, как мне кажется, чем потом что-то переделывать, лучше сделать все правильно изначально. Итак, теперь об основных тезисных методических принципах для себя я выделила 17 принципов. Для многих они окажутся откровением, для многих нет. Они подробно описаны в книге, о которой я вначале говорила. Я буду немного цитировать самые важные, на мой взгляд, тезисные принципы. Первый. Весь секрет в тренировке способностей. Если бы в школах применялась методика, схожая с обучением родному языку, то мы добились бы превосходных результатов. Например, часто приходится слышать, этот ребенок не блещет способностями, у него от рождения низкий уровень интеллекта. Но как же тогда соотнести это высказывание с блестящими способностями ребенка в освоении японского языка? Более того, уровень интеллекта детей впервые оценивается в возрасте 5-6 лет, и никто не интересуется, что же было до этого. Какое образование получил ребенок в самом своем раннем детстве? Для того, чтобы семя проросло, нужны время и условия. Результат может созреть только при ежедневной настойчивой тренировке. Роль стимуляторов результата играют время, терпение и повторение. Дети – это продукт окружающей среды. Здесь в качестве примера Сузуки описывает случай из его опыта. Однажды в одном японском городе произошел следующий эпизод. Преподаватели нашей школы воспитания талантов собрались в гостях у одного знакомого. В это время в комнату вошли дети двух наших учителей, держа в руках маленькие скрипочки. Ну что, послушаем музыку, предложил кто-то. Как обычно, дети с радостью дали для нас свой концерт. Прямо передо мной сидела госпожа Куити с младенцем на руках. Я поинтересовался его возрастом, и мне сказали, что это девочка по имени Хироми, и что ей пять месяцев. Ее старшая сестра Ацуми, которая уже играла на скрипке, ей было шесть лет, она ежедневно упражнялась на скрипке, играя концерт Вивальди ля минор, а также постоянно слушала пластинку с этой записью. Таким образом, Хироми чуть ли не с первого дня жизни ежедневно слушала эту музыку. Мне стало любопытно узнать, какой эффект она производит на младенца. Я встал, взял скрипку и заиграл минуэт Баха. Играя, я не отрывал глаз от лица Хироми. Эта малышка уже хорошо была знакома со звуками скрипки, она внимательно смотрела на меня, слушая незнакомую для себя музыку. Но потом я переключился на минуэт из концерта Вивальди ля минор, который она постоянно слышала дома. И не успел я сыграть первые такты, как произошла удивительная вещь. Выражение лица Хироми внезапно изменилось. Она улыбалась и повернула свое личико к матери, которая держала ее на руках. Было совершенно очевидно, что Хироми хочет ей сказать, «Слышишь, это моя музыка!» Затем она снова повернулась ко мне и начала раскачиваться в такт музыки. Ребенок, которому исполнилось всего пять месяцев, уже знал мелодию из концерта Вивальди ля минор. Именно так и закладываются основы личности. И это должно нас настораживать. Ведь ребенок может впитать в себя не только слова и музыку, но и вообще все подряд. И хорошее, и плохое. Спустя четыре года на большом концерте в Мацумото на сцене стояло 150 детей с маленькими скрипочками. Они играли концерт Вивальди ля минор. Кто эта девочка в первом ряду посередине? Это Хироми Киути. Это была она. Я сразу же вспомнил пятимесячного младенца, который так искренне радовался этой музыке. Естественное развитие способностей дало свои плоды. Талант не наследуется. Первый месяц в жизни соловья определяет всю его дальнейшую судьбу. Сузуки пишет, «Я всегда полагал, что несравненные соловьиные песни представляют собой инстинкт или унаследованные способности. Однако это не совсем так. Соловьев, живущих в домашних условиях, забирают по весне еще не оперившимися птенцами. Как только они немного привыкают к неволе, начинают брать корму людей, к ним подсаживают учителя, который целый день выводит свои дрели. В течение месяца птенцы прислушиваются к нему и усваивают его навыки. Такой метод используется в Японии с древности. Это тоже своего рода воспитание талантов. Старшая птица играет роль учителя для птенцов. Существуют и другие способы тренировки, но главным остается хороший учитель на протяжении первого месяца. Каким певцом окажется птица в дальнейшем, определяется в первый месяц ее жизни. И здесь не играет никакой роли с хорошими или плохими способностями родился тот или иной птенец. Даже если рассматривать только соловьев, мы видим чудесный пример приспособления к окружающей среде. Если есть хороший учитель, то птенец в ходе своего развития воспринимает его опыт и начинает петь так же красиво. Однако, если подсадить к учителю птицу, выросшую в дикой природе, то, как показывает многовековой опыт, ничего подобного не происходит. Таков закон природы. Всех детей мира можно лишить музыкального слуха. Матери мне часто говорят, пишет Сузуки, у меня совершенно нет слуха. Этим они пытаются объяснить, почему нет музыкального слуха у их детей. Они полагают, что это наследственное и ничего поделать нельзя. Однако, ни один соловей не рождается без слуха. И то же самое можно сказать и о детях. Ребенок прекрасно воспринимает все повышения и понижения тона в арковании матери. У него прекрасный слух. Именно поэтому он и в дальнейшей жизни будет петь так, как пела его мать у колыбери. Точно так же дети, родившиеся в Осаке, усваивают сложный диалект этой местности. Если ребенок с младенчества слушает неправильное пение, его уши привыкнут к этому и переучить его впоследствии будет очень трудно. Поэтому если поставить перед собой такую задачу, то всех детей на планете можно лишить музыкального слуха. Однако совершенно ясно, что если такая задача выполнима, значит не существует никакого врожденного музыкального таланта. Благоприятная среда залог выдающейся способностей. Сузуки пишет, что нам нет необходимости отыскивать в ребенке какие-то специфические врожденные свойства или таланты. Лишь хорошее окружение оказывает наибольший эффект на воспитание выдающихся способностей. Даже у самого умного ребенка может не быть музыкального слуха. Все зависит от окружения. Я твердо уверен, что культурные и музыкальные задатки не идут изнутри, не наследуются, а проявляются только в подходящей обстановке. Это вопрос лишь в чувствительности восприятия ребенка и в скорости адаптации. Поэтому хорошие задатки при рождении это всего лишь способность быстрее приспосабливаться к окружающей среде. Если бы Эйнштейн, Гете или Бетховен родились в каменном веке, то они имели бы образовательный уровень не выше, чем у большинства людей того времени. Справедливо и обратное, если бы мне поручили воспитание и обучение ребенка из каменного века, то он бы был способен сыграть на скрипке сонату Бетховена не хуже, чем любой другой современный ребенок. Опять же, если бы сегодняшний ребенок воспитывался в обществе, отстоящем от нас на 5000 лет, он бы воспринял все обычаи и привычки того времени. Нельзя привить ребенку то, что отсутствует в культурной среде. Любой результат имеет свою причину. Следствием неправильного образования и воспитания становятся отрицательные черты личности, а хорошее воспитание и образование приводит к развитию высоких чувств, благородства и чистоты помыслов. Мальчик, получивший первый урок от отца. Здесь он написывает еще один интересный случай о том, когда он стал основателем нового движения в обучении игре на скрипке. И об этом, конечно же, стало известно многим родителям. И к нему обратились, спросили у него, вы не могли бы послушать моего ребенка. Мальчику было в то время уже 18 лет и он работал над пятым концертом Моцарта. Доктор, конечно же, согласился. Примерно через месяц молодой человек навестил доктора Сузуки. Он достал скрипку из футляра и начал настраивать ее, делая смычком точно такие же движения, как и его отец. Когда он начал играть, его осанка, движение рук и смычка, ничем не отличаясь от отцовских. Даже недостатки игры, смазанные переходы, нечеткий звук, другие мелкие детали напоминали отца. До этого, как он пишет, ему не приходилось видеть такого яркого примера приспособления ребенка к своему окружению. 18 лет, прожитые в семье, естественно, отразились на поведении ребенка. Талант, как пишет доктор Сузуки, это неврожденное качество, его можно лишь развить в себе примером. Однако, как пишет доктор, его не понимают, почему-то многие родители и сколько еще таких отцов и матерей на свете. Вспоминая этого мальчика, который вырос по образу и подобию своего отца, Сузуки говорит о том, что зачастую достаточно поглядеть на родителей, чтобы понять, какими станут их дети. Общение с порядочными людьми помогает выработать благородство характера. Сузуки пишет, что для развития личности надо общаться с выдающимися людьми. Весь опыт показывает, что дети при этом перенимают какую-то частицу сердца и чувств таких людей и начинают подражать их поступкам. И это несомненно. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Глупо жаловаться на отсутствие таланта. Сузуки пишет, когда мне исполнилось 20 лет, я отправился на учебу в Берлин и провел там немало лет. Я хотел найти самого лучшего преподавателя игры на скрипке и нашел его в лице профессора Карла Клинглера. Профессор задавал мне на дом трудные пьесы. Я упражнался каждый день по 5 часов, но как ни старался, никакого прогресса не наблюдалось. Я будто уперся лбом в стену. Во мне поднималось отчаяние. Все бесполезно, у меня нет таланта. Попутно я ходила на концерты великих музыкантов, которые приносили мне еще большее разочарование. Когда я слушала знаменитый берлинский филармонический оркестр, составленный из множества блестящих исполнителей, то чувствовал себя совершенно беспомощным и несчастным. Я говорил себе, при отсутствии таланта даже ежедневная упорная работа ничего не стоит. Мне хотелось умереть. Такие чувства в большей или меньшей степени посвящает каждого молодого человека, особенно тех, кто близко соприкасается с искусством. Видя талант предшественников и сравнивая его со своими способностями, слыша на каждом шагуше талант дается от рождения, молодой человек легко впадает в меланхолию и отчаяние. Как бы низкого не оценивали свой талант, надо хотя бы попытаться. Многие молодые люди, сомневающиеся в своем таланте, порой подумывают даже о самоубийстве. Однако вместо того, чтобы предаваться унынию, надо сказать себе, с талантом не рождаются, его можно воспитать. Когда вы поймете это, надежда всегда поддержит вас, даже если путь ваш каменист и крут. Уехав из Японии, я никогда не ставила перед собой задачу стать концертным исполнителем. Меня просто влекла музыка. Я хотел познать секрет искусства, сотворенного человеческими руками. Что такое искусство? Мне хотелось узнать это. Да, я разочаровался и лишился иллюзии относительно своего исполнительского мастерства, но чистолюбие пришпоривало меня в поисках открытия секрета искусства, и это помогло мне справиться с отчаянием. Я без устали пытался чего-то достичь, и это вернуло покой в мои мысли. Я избавился от жалоб на осознанта. И добавлю от себя, что Сузуки этим и стал знаменит на весь мир. Посмотрите в правде в глаза, неуклюжесть это результат плохой тренировки. Когда Сузуки преподавал в императорской музыкальной школе, как-то раз к нему подошла одна из учениц и сказала «Профессор, я такая неуклюжая, пальцы меня не слушаются, кто это тебе сказал?» спросил «Профессор, мне так кажется». Сузуки ей ответил «Называя себя неуклюжей, ты допускаешь большую ошибку. Получается, что ты давишь на педаль тормоза и жалуешься, что машина твоя не едет. У тебя были какие-то ушибы или травмы пальцев?» Ученица, конечно же, отрицает. Сузуки сказала ей «Просто твоя голова и пальцы работают с разной скоростью. Если не привести их в соответствие, то ничего хорошего не будет». Ученица со временем последовала совету и стала меньше ходрить и больше делать. 10 лет упражнений могут превратить недостатки в талант. Недостатки и слабые места в детях обычно списываются на характер или природу, а следовательно и ничего не предпринимают для их исправления. Но за 10 лет благодаря тренировкам эти недостатки могут превратиться в свою противоположность, в блестящие способности. У каждого есть свои недостатки, самое типичное из них заключается в том, что мы говорим себе «я хочу сделать это», а потом бросаем все на полпути. Это прокрастинация, да? Знакомо вам? Чтобы развить в себе способности, необходимы целенаправленные действия. Если действия продолжаются на протяжении всего трех дней, трех дней, то ни о каком успехе не может быть даже и речи, поэтому одного только вашего желания без стремления недостаточно. Можно представить себе аналогию с лошадью, которая стартует последней, но к финишу обходит всех. Здесь присутствует точно такой же азарт. Взгляните на свою правую руку. Еще один интересный пример. Способность надо воспитывать в себе. Для людей, которые привычно пользуются правой рукой, левой является второстепенной, но это происходит потому, что левая рука относительно меньше упражняется. Обе руки действовали бы одинаково, если бы мы с самого начала в одинаковой степени тренировали их. Точно так же обстоит дело и с человеческими способностями. Если вы не пытаетесь развить свой талант, полагая, что у вас его нет от природы, то это только ваша вина. Тренируясь каждый день, растут ваши способности и ваш талант. Взгляните на свою правую руку, она превосходит левую точно по тому же принципу, потому что вы так хотели. При рождении левая рука ничем не отличалась от правой, они обе были совершенно одинаковыми. Без спешки и без остановок. Принять решение и жить в соответствии с ним означает жить с постоянной надеждой. Никто не знает будущего. Подойдя к высокой горе, вы не в состоянии одним махом забраться на ее вершину. К цели надо продвигаться постепенно, шаг за шагом. Поспешив, вы можете сорваться вниз и ничего не добиться этим. Не делайте остановок в движении, это второе основное правило. Как пишет Сузуки, зачастую родители жалуются, мой ребенок не любит упражняться дома. Это происходит потому, что они не хотят понять психологию ребенка, считающего, что скрипка это игрушка. Такие родители не хотят платить деньги только за то, чтобы ребенок развлекался. Другими словами, они подходят к воспитанию с коммерческими мерками, а это сильно отвращает ребенка от самого факта обучения. Начинать любое обучение необходимо с игры, а возникающее при этом радостное настроение само поведет ребенка в нужном направлении. В этом заключается наша методика, то есть методика Сузуки. От себя я добавлю, что для постсоветских стран, для постсовка это точно не подходит в наше время. Ребенок в наше время должен показать результат, как говорится, и тем, чем выше он прыгнет, тем лучше. Ведь китайцы, знаете ли, не дремлют. И хорошо это или плохо, каждый, конечно, решает для себя самостоятельно. Шестнадцатый пункт. Пять минут или три часа. Наряду с детьми, которые не любят упражняться дома, есть немало таких, для которых упражнения, благодаря мудрому руководству родителей, становятся естественной частью повседневной жизни. Сузуки описывает случай. Однажды в летней школе я обратила внимание на шестилетнего мальчика, который очень чисто и технично исполнял концерт Вивальди. Я спросила у матери, сколько лет он уже играет на скрипке. Полтора года, она сказала, очень хорошо играет. И как долго он упражняется каждый день? Примерно три часа. Другого я и не ожидала. Если ребенок усердно работает, то это сказывается на его игре. Это заметно невооруженным глазом. Постоянные и длительные упражнения по нужной методике приводят к появлению способностей. При сравнении ребенка, который упражняется пять минут в день с тем, кто работает по три часа, разница очень ощутима, даже если оба играют на скрипке каждый день. При недостаточной работе навык не формируется, только приложенные усилия ведут к успеху. Если ребенок, упражняющийся лишь пять минут в день, захочет повторить результат того, кто упражняется по три часа, то ему потребуется для этого девять лет. То, что один дело за три месяца, другой одолеет только за девять лет. И по-другому быть не может. И последний семнадцатый пункт. Выработка способностей за счет правильных упражнений. Часто приходится слышать, но ведь я же учился целых пять лет, это ничего не значит. Все зависит от того, сколько часов вы работали каждый день. И как, с головой или без нее. Да вы могли потратить на какое-то дело пять лет, но пять минут в день означает в этом случае всего лишь сто пятьдесят часов. Вам следовало бы в этом случае сказать, я работал сто пятьдесят часов, но никакого прогресса нет. В этом уже есть какой-то смысл. И нет ничего удивительного, что успех так и не пришел. Глупо жаловаться на отсутствие таланта, если вы сами положили его на верхнюю полку. Сейчас методика воспитания талантов Сузуки очень распространена в Америке. Сузуки и сам не ожидал, что его движение приобретет такой сенсационный размах в Америке, где оно распространяется сейчас еще в больших масштабах, чем даже в самой Японии. А это значит, что занятия несут не только рабочий эффект, но и любовь и радость детям. В Японии 150 тысяч детей, обученных Сузуки за 30 лет, вовсе не напоминают роботов, хотя из них только около пяти процентов учеников сделали успешную карьеру в музыке, но Сузуки и не хотел воспитать профессионалов, и он настаивает на том, что я всего лишь хочу воспитать хороших граждан. Если ребенок с момента своего рождения слушает хорошую музыку и учится играть сам, в нем развиваются глубокие чувства, дисциплина и выносливость. Он приобретает доброе сердце. Еще одним милым фактом, по моему мнению, я не могла с вами не поделиться, Сузуки угощал детей на своих уроках конфетами и как-то сказал, если вся нация сообща возьмется за воспитание детей, то возможно удастся избежать войны. Немного о схожести принципов методики с принципами советских педагогов. Многие основополагающие принципы метода Сузуки мы можем найти у великих советских педагогов, которых мы все очень любим. Например, сходство философии в его мозгу уже живет полная жизнь музыка раньше, чем он первый раз прикоснется к клавиатуре и проведет смычком по струне. О роли групповых занятий Нейгаус так говорил. Работу в классе можно сравнить с работой в лаборатории. Если один студент проделывает опыт, то остальные его товарищи, внимательно следящие за ним и слушающие указания руководителя, получают столько знаний и пользы, сколько и сам студент. Артаболевская в своей книге «Первая встреча с музыкой» писала «Вместе с необходимыми для общения словами и фразами, которым ребенок обычно учится к 3-4 годам, мы учим его любить родной язык, чувствовать его поэзию и красоту. С той же неприлежной необходимостью надо считать ознакомление с языком музыки. Музыка, быть может, как ни одно другое искусство, помогает сделать человека добрее, облагораживает его жизнь. Ее язык интернационален и не нуждается в переводе. В книге Артаболевской можно увидеть схожесть главных приоритетных принципов, это раннее начало, вовлеченность родителей, единый репертуар, среда многократных повторений. И в конце немного о методе Сузуки в России. Метод этот японский, но с 1964 года он начал активно распространяться в Америке. В настоящее время обучение по методу существует во многих странах мира. В 2013 году метод появился также и в России. В 2013 году Европейской ассоциацией Сузуки было принято решение направить в Россию двух педагогов с большим опытом работы в качестве педагогов Сузуки для обучения российских педагогов. 25 октября 2013 года Хелен Брунер из Великобритании и Анки Вандер Биджел из Нидерландов провели семинар по подготовке педагогов Сузуки в России. 25 октября 2014 года в Москве была открыта первая в России школа Сузуки воспитания талантов. На тот момент обучение прошли педагоги по скрипке было открыто только скрипичное отделение, а уже в 2015 году приехал педагог по классу фортепиано для обучения пианистов-педагогов. Кристин Йорн Кринстенсен из Исландии основатель и руководитель школы Сузуки в Исландии преподаватель метода Сузуки для учителей. С сентября 2015 года в школе начались занятия и для маленьких пианистов. В описании к этому видео по моему личному желанию а не на правах рекламы я оставлю для вас ссылку на сайт школы Сузуки в Москве может быть кто-то заинтересуется. Сузуки умер в своем доме в Мацумото в возрасте 99 лет в 1998 году. Этот человек был наделен высоким гуманизмом и чистой и благородной душой. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то интересные комментарии по этому поводу то обязательно оставляйте их внизу в комментариях. Также если у вас есть интересные вопросы то обязательно оставляйте их внизу и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если информация оказалась для вас интересной и полезной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok